Кстати, друзья, сегодня мы отмечаем не только начало весны, но и день рождения механизмов для печатания текстов. Появились приборы, знакомые всем нам с детства, 140 лет назад. Хотя первое упоминание о попытке создать печатную машинку относится к 1713 году. Тогда безвестному изобретателю был выдан соответствующий патент. Ну, кто успел, называется. Где же хранятся редкие экземпляры, а также почему печатные аппараты так нравились сотрудникам КГБ, знает Наталья Жукова. Еще каких-то 20 лет назад печатную машинку можно было встретить во многих кабинетах. Сейчас только в частных коллекциях. Одна из них собрана в Музее науки и техники Зауралия Нефтегазового университета. От старинного экземпляра, например, фирмы «Континенталь» или «Мерседес», до последних электромеханических моделей. Впрочем, и здесь не найти один из самых ранних обращиков, печатный шар Хансена и пишущую машинку «Ремингтон», с которой началось серийное производство таких аппаратов в 1873 году. За первые 10 лет производства было изготовлено свыше 100 тысяч печатных машинок. Некоторые исследователи уверяют, что первым покупателем механического чуда стал Марк Твен. Именно на печатной машинке он написал свое знаменитое произведение «Приключения Тома Сойера». Первая машинка не отличалась удобством, поскольку печатала только прописными буквами, а чтобы увидеть текст, необходимо было поднимать каретку. Эту особенность учли другие производители, а также добились того, что машинки перестали мазать и сажать чернильные кляксы. Это позволило новой технике превратиться в распространенное орудие труда. Проблема заключалась лишь в том, что пишущая машинка не прощала ошибок. Стоило случайно нажать не ту клавишу, и всю страничку приходилось перепечатывать. Любопытно, каждая печатная машинка имеет свой почерк, и между собой они также не похожи, как отпечатки пальцев. Этой особенностью техники активно пользовались спецслужбы, ведь все машинки стояли на учете в местных управлениях КГБ. В Тюмени печатная машинка не раз помогала найти авторов-исполнителей антисоветских документов или анонимов. Например, когда изучали анонимку в адрес бывшего ректора мединститута Александра Моисеенко. Он обвинялся в совершении особо опасного государственного преступления, и поэтому этим занимались органы государственной безопасности. Поэтому мне пришлось заниматься этим делом, и по оттиску пишущей машинки мы достаточно легко нашли автора, которого потом за клевету осудили на три года лишения свободы. В памяти печатных машинках пользователям ЭВМ досталась клавиатура. Кстати, буквы на ней изначально располагались гораздо удобнее для печатания, в два ряда и в алфавитном порядке. Но из-за высокой скорости машинисток молоточки не успевали набивать текст, потому клавиатуру изменили. И хотя были другие варианты, расположение букв до сих пор остается прежним. Наталья Жукова, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова